Мы должны научиться правильно употреблять ту психическую энергию, которую наш мозг вырабатывает. Знаете, вот у разных людей по-разному. Знаете, есть люди, у которых такой спокойный, ровный нервный тонус. Эти люди, скорее всего, будут здоровы. У кого-то просто бдыж-бдыж-бдыж-бдыж-бдыж, и нету даже депрессивных. И, представляете, вот этот человек, он нужно постоянно что-то воротить. И среди людей, которые занимаются бизнесом, в творчестве иногда такие бывают, которые по 25 спектаклей ставят, не могут остановиться. Я думаю, господи, больно, ты вообще уже любой бы умер пять раз. А это как раз нужный объем для того, чтобы внешние обстоятельства забрали силы эти. Вы можете начать испытывать чувство такого вот тревоги в связи с изменением, которое в вашей жизни происходит. И ваша задача – осознать. Если вы не понимаете, что изменение, даже позитивное, я уж не говорю про негативное, является стрессом, то вы можете интерпретировать возникшую у вас тревогу неправильно, оценив ее как проявление какого-то соматического заболевания. Оно же тревога физиологически появляется, она же мышечная, она дыхание, она влияет, потому что это симпатоадреналовая реакция в весь организм. Была тревога, которая возникла, возможно, по несовершенно, ну, как бы, кажущимся незначительному поводу, или даже по положительному поводу. Но я растревожился в какой-то момент. Чем человек хуже чувствует свою жизнь, чем он от нее более оторван, да, Чем он меньше находится в отношениях, в деле, в восприятии вот этого окружающего мира, тем он больше отделен от жизни. Поэтому наша задача как раз жизненность. И тут я вспоминаю, напоминаю вам про бихиоризм, понимаете, с правильной тратой вашей психической энергии. Мы можем, мы будем совершенно свободны от этого страха в случае, если мы ощущаем жизнь.